МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В финале заберет один. Молодые, амбициозные повара из самых разных городов страны собрались в Москве, чтобы воплотить в реальность свои мечты. Они отлично готовят, но смогут ли стать настоящей командой? Они обожают кухню, но сумеют ли ей управлять? Они готовы на все ради победы. Но достаточно ли этого, чтобы с нуля сделать ресторан прибыльным всего за 8 недель? В пятницу на реальной кухне заканчивалась недельная вахта управляющего Саши Ерина. Для поездки в магазин он выбрал Олесю. И с удовольствием уступил девушке право принимать решение о покупках. Тем временем на кухне проходил кулинарный батл, в котором победила Женя Ярошевская, а ее норвежский сливочный суп украсил меню нашего ресторана. Первыми посетителями стали радиодиджеи, которые остались очень довольны как блюдами, так и обслуживанием. А в общении с недовольными посетителями сглаживал углы мудрый Арам Нацаканов. В итоге на вечер пятницы участники проекта заработали свой первый миллион. На голосование стало известно, что эти деньги точно не достанутся Саши Тимофеевой. Соперники назвали ее худшей и отправили домой. Лучшей стала Олеся. А значит, следующая неделя пройдет под ее управлением. Всем привет. Меня зовут Олеся Ермакова. На этой неделе я буду управляющей реальной кухней. Изменений будет много. Борьба будет жесткой. К ребятам вышло с обычными ощущениями, с обычным чувством. Не было какого-то высокомерия над ними. Все было то же самое. Концепция заведения поменяется кардинально. Концепция будет шеф-универсал, что-то вроде этого. Ну, повар-универсал, как кому удобно. Не будет разделения на должностные какие-то обязанности. Гостей будут кормить повара, а не официанты. Гость должен видеть, кто ему готовит, он должен это чувствовать. Не будет персонала отдельного, таких как официант, повар, хостес, менеджер или управляющий. Есть вопросы какие-нибудь? Со мной не согласен, Макс? Я пока не понимаю. Не понимаешь концепцию? Кто еще не понимает? Я вот это вот... Зачем придумывать василопед? Он не нужен никому. Вот это вот... Я представляю, какой это будет бардак. То, что придумала Олеся с новой концепцией. Это кошмар. Завтра будет полный дефолт, переворот. Вот, вы все поймете. Сегодня мы работаем по старой схеме, потому что нам надо доработать меню. Чтобы у нас много что было в заготовках, а не делалось от ножа. Не, молодец. Она предложила хорошую интересную концепцию. И думаю, нам стоит попробовать. Возможно, это даст нам новый этап, новый скачок. Сегодня у нас не будет соревнований между нами. К нам пришел Василий Емельяненко, шеф-повар. Сегодня он будет проводить мастер-класс по закускам. Здрасте. Здравствуйте. Я тут, в общем, к вам заскочил пару закусочек показать. Ту самую закуску, о которой мечтал Иран Михайлович. Может, нам сделать битые огурцы по-китайски остренькие, немножко в своем соусе. Там кусочек буквально съел, и уже аппетит сумасшедший разыгрывается. Закуска нереально простая. Мы берем несколько пакетов. Вставляем их друг в дружку. В общем, нам нужен шеснок, огурцы. Все это складывается вот сюда. Делается вот так. И скалочкой аккуратно мы их бьем. Вот этот момент не нравится. Все, у нас получились вот такие вот огурцы, которые выдали свой сок, поломались, превратились в такую кашу. Я с китайцами живу рядышком, да, на границе Хабаровск, вот Китай, эти огурцы взбитые. Ну, такого я у китайцев не видела, если честно, потому что у нас плохие китайцы. Добавить соль в виде соевого соуса и добавить кунжутное масло для ароматизации. Все мы это все перемешиваем. Выкладываем в тарелку. Все, салат делается максимально быстро. То есть его не нужно ни в коем случае настаивать. Пять минут и получили ту самую закуску, о которой мечтал Иран Михайлович. И прямо вчера звонил, говорит, Василий, надо показать обязательно. Битые огурцы, они мне не совсем понравились. Я, возможно, не понял фишки их. Считаю, что они не очень пригодятся у нас в ресторане. Будем делать фаштеп из куриной печи. Все. Теперь вину немножко протушиваем и в блендер. Каждый ингредиент должен быть соленый. Рестораны зарабатывают деньги. Ну, так, в общем, это цель ресторана. Так вот, когда соль на грани, съедая блюдо, человек заказывает чай, и он повышает проходимость бара. Солите до края, чтобы вот аж чуть-чуть все пересолил. И все, и бар начинает идти активно. Мне всегда интересно, да, когда приходят люди, особенно если они состоят в каких-то ассоциациях, гильдиях, да, это прикольно. Я набираюсь опыта, ну, как бы еще больше. Все, теперь в блендер все кидаем. Все, наверное, достаточно. Пошел в камеру. Да. Пробуйте. Паскет очень вкусный. Огурцы по мнению можно молить. Да, да. Собственно, да. Спасибо. Мне очень нравится это. Мне вот в высокой кухне вот эти все вот финтифлюшки мне не интересны. Сытно, вкусно и недорого. А не эти всякие там бычьи яйца, там, насы утконосов. Ну, вот это вообще нет. Давай вот туда. Надо масло подогреть. Да нет, ребята, я это вообще не понимаю. Расколошмазить огурцы и залить им обычной заправкой. Это ужасно вообще. Это выглядит, я понимаю, у китайцев просто вкуса нет, серьезно. Я понимаю, что это у них здорово. Все классно. Ну, у нас этого не будет, Светаня, ты согласен? Это ужасно, ребята. Не знаю, все ли ребята восприняли меня как начальника. Вот. Мне даже самой было бы приятнее, если бы они меня продолжали воспринимать как друга. Но то, что они ко мне прислушиваются и последнее слово оставляют за мной, это говорит о том, что да, они готовы воспринимать меня как начальника. Ребят, сегодня мы работаем по старой концепции ресторана. С завтрашнего дня все поменяется вот прям полностью. Давайте на сегодня тогда оставим. Макс, ты пока шеф на кухне, Саша. Ты сегодня менеджер зала. Ну, вот Саша, мне кажется, их не тандем вот этот, это плохой тандем. Неправильно. Сашу не устраивает сейчас его место, ему нужно место Олеси. Не надо, он ее потопит, мне кажется. Девчонки, ну вы сразу холодный и кондитерка. Я надеюсь, вы там, ну, будете в команде работать. Жень, ты сегодня старший официант. На баре Артем и на дискоче Кирилл. У нас есть два человека, которые немножко агрессивно ведут себя по отношению к определенным, как бы, людям. Вот, и я хочу немножко им, их наказать тогда, степенить и для профилактики отправить их на дискотеку, ребята. Прошел какой-то слух о том, что Сандра и Кирилл против нее сделали какой-то заговор, значит, чтобы ее слить там, вот. И она очень расстроилась из-за этого она в первый день, как бы, Кирилла поставила на мойку. На той неделе перед голосованием именно эти два персонажа хотели настроить всех голосовать против меня. И, естественно, сегодня наказание это вот, и от этого зависит. Единственное, кто на дискотеке исключительно за то, что встывает. Зато я искренне ко всему подхожу. Нет, я тоже искренне. Серьезно, я никогда не буду просто лицемерить. Я хочу просто реально посмотреть. Ну, то есть сейчас, да, все перед Олесей там бегают, там Олеся, Олеся. Все забыли, как она всех матюгала, там всех там чуть ли не палкой била. Все, Олеся, Олеся. Ну, это же видно, что это все наиграно. Похоже, теперь в ресторане уже никто не может никому доверять. И все оставшееся время до конца проекта пройдет в атмосфере подозрений и перестраховки. Тебе так идет твоя прическа. Такая клевая. Пошел он отсюда, иди на бар. Ну, это же паранойя уже начинается у всех реально. Потому что мы здесь все вот, как вроде и друзья, и вроде и враги. Далее, на реальной кухне. Сегодня я хочу, Саша, чтобы ты всем ребятам в зале, кто у тебя работает, сказал, чтобы они научились продавать. То есть не просто посадить гостя и дать ему не навязывать, а рекомендовать. Ну, впадывать. Дать салат греческий 500 рублей. Да, начальника, хорошо. Так, какая у нас цена на супу была? 800. 800 рублей. Ты можешь сделать 500. Вообще, знаешь, как надо? Миллион, миллион. Как бы... Пока в кабинете шефа строятся планы по зарабатыванию воображаемых миллионов, на кухне идет разбазаривание реальных продуктов. Расхищение морса продолжается, да? Да. Раз... Как это? Расточительство на кухне продолжается. Это что? На блины тесто. Антики больше, чтобы на вечер остались. А, мы же их не едим. Кого не едим? Блины, Олеся. Хочешь, чтобы оставались в заготовках? Ага. Чем-чем-чем-чем-чем-чем-чем-чем. Просто не будем кормить длинами никого больше. Несмотря на приказ Олеси не кормить персонал блинами, предназначенными для гостей, Аня решила сделать исключение. Да. Мы хотим поздравить. О-о-о, мои мои. Первый днем на руководящей доме. И дали вам вот наше сердце. Так или иначе, массовое уничтожение блинов, приготовленных для подачи в ресторане, состоялось. Отсутствие дисциплины не укрылось от глаз Сандро, который, затаившись, внимательно подмечает ошибки своего противника. Никому ничего не интересно. Все так же у нас продукты пропадают. Я бы с управления, когда бы я зашел на это место, я бы начал с кухни. Ребята боятся меня выдвигать в управленца, потому что они, ну, они знают, что я сильный. Я думаю, уже пора. И я хочу уже начать какие-то движения. Двигаться к цели хитрый Сандро решил издалека и на мягких лапах. Белочка, давай я тебя почищу, твои перышки. Это так прекрасно, да, когда мы сейчас посаживаем раньше. Ты находишься? Сандро заигрывает со всеми, и все это замечают. Поэтому ничего удивительного нет в том, что он со мной заигрывает. Да, он не заигрывает со мной, просто он со всеми пытается чего-то там. А тебе гороскоп-то понравился на этой неделе? Ну, написано, что надо пахать. Пахать? Пахать. Ну, видимо, доля твоя такая пахать. Да, лошади пахут. Конечно, таких выберем все посудобойщицы, друзья. Ой, а таких как ты выберешь вообще? Я? Нет. Я в отличие от него могу тебя удовлетворить. Да нет, спасибо, не надо. Я думаю, что уже пора бы что-то уже новое обновить, освежить. Нет? Ну, в контрии сама. Я вижу, ты беспощадно не фигачишь. Ни тоски, ни жалости. Спаржа? А что ее жалеть? Фу-фу-фу. Там где уже бревнами получается. Я вижу, что у Макса с Валерой идут недопонимания. Макс со своей подачей, со своим общением немножко дарит на Валеру, а тот начинает брыкаться и сопротивляться. Я понял, маленький кубик. Я не делаю ничего. Сейчас я сделаю кубик, покажу эту калибровку, чтобы у нас потом разногласий не было. Здравствуйте. А с кем я могу поговорить по поводу детского праздника? Я позову нашу управляющую. А, ну, давай. И мы вместе обсудим. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Алиса. Вы хотите, да, организовать детский праздник? Да. Ну, вообще, наше заведение не предусмотрено для детских мероприятий. Я уверена, что здесь поблизости есть много таких заведений, которые были бы вам удобны. Вот как раз в этом ты дальше была. Эти с паблицами ничего нет. Ну, это тупость вообще, это идиотизм. Понимаешь, когда человек приходит не в детское заведение и хочет организовать там детское мероприятие. Как минимум, 14 лет. Дети малышные, очень активные. Они не будут сидеть на одном месте. Поймите вы, я не могу из-за вашего мероприятия, во-первых, нарушить концепцию заведения, а во-вторых, гости постоянно, которые к нам приходят, привыкли к тому, что здесь романтика, что здесь бизнес они могут обсудить, что здесь никто им не мешает, что здесь тихо, спокойно, уютно. Понимаете? Олеся, я не понимаю, почему вот я к вам пришла как клиент с предложением, я пришла к вам со своей проблемой. Я понимаю, я понимаю. Я хочу, чтобы вы мне помогли ее решить. Я очень вам помогла. Очень хотела бы вам помочь. Олеся, я не понимаю, почему вы так упрямитесь, потому что как-то в других ресторанах, я вам честно скажу, идут навстречу. Женя подсказал Олесе сдать ресторан в аренду. Олеся ухватилась за идею. Единственное, что я могу предложить, это взять в аренду полностью весь зал. Сколько это будет стоить? Это будет стоить 100-120 тысяч рублей. За два часа? Может, нет, на весь период работы ресторана. А можем мы с вами договориться не с 6 до 11, например, а с 6, там, до 8. Я вам честно скажу, потому что та сумма, которую вы мне сейчас назвали, конечно, она, ну, несколько большеватая. Это будет 80 тысяч. Входит все, что вы заказываете по меню для детей, все, что взрослые заказывают себе, оплата отдельно по счету. Хорошо, согласна. И она пошла на эти условия, ребят. И дальше все было просто, потому что это очень хорошие деньги. Можно на один этот яблочный тарт увеличить детский заказ? 10 тысяч один тарт. А что? 10 тысяч один тарт? Да. Рис Калеси не стесняться в сочинении цен и идти ва-банк, оправдал себя. Ведь чего не сделаешь ради детей? И предоплата за послезавтра в размере 50 тысяч была получена. Предоплата-то взять сколько? 50 тысяч. Что? Есть еще? Сколько человек? Сомневался вам. 14. Ну, да. За форшматы? Как я мог сомневаться? Ну, да. Мне кажется, Саша еле не совсем искренне как-то. Во-первых, вспомню даже голосование, когда Рам хотел выгнать Олесю. Даем мы ее право оставаться в нашей команде или нет? А кто против? Раз, два, три, четыре, пять. Сейчас строить из себя, что ничего не произошло. И ему, мне кажется, сейчас очень не нравится его место. И он бы с удовольствием остался бы на роли управляющего еще и еще. Ты сегодня очень очаровательна. Подмазываешь-то? По поводу. Ну, не знаю, кто это прям это. Не Сашка прям. Не тот Сашка, которого я любила. Ты любила всегда Артема. Упс такая. Упс. Давай приколимся. Ты давай что-то ссышь. Ты солдат, ты ссышь. Или ты мужик, или ты пшик. Вот. Что, разбить тебе котелок об голову, да? А? Тварь! Сандро – это дружелюбный, миролюбивый тип. Ну, может быть, кто-то этого не видит. Ну, я вижу это сразу как бы. С ним интересно, прикольно. Ну, не знаю, мы дружим, но у нас все бодрячком. Сандро, тебя добить, нет? Ты понял, да, что ты сейчас неуважительно к нашей дискотеке отнесся? И мы сейчас это убирать все. Прости. Убийца. Лысо-убийца. Ему это клеймо мы теперь повесим. Ты завтра на дискотеке, Сандро, чтобы ты понимал, что ты делаешь. А, хорошо, конечно. Таня, когда освободишься с этим стартом, скажешь мне сразу, мне твоя помощь будет нужна там. Когда я сегодня рассчитывала, что я быстро поставлю в духовку, которую я включила на 150 градусов тарт, и через полчаса я вытащу прекраснейшие пироги, они тут-то были. И получилось, что я просто этот момент не отследила. А кто духовку включал изначально? Я включила на 150, но потом прибавили. Тут поставил 200. Надо смотреть. Было 150. Таня, это была диверсия или ты правда забыла? Нет, это была диверсия. Я на 150 ставила. Я не могу пока доверять людям, которые собрались здесь как соперники. Но все равно, мне кажется, диверсия со всех сторон могут быть. Далее на реальной кухне. Кто-то у нас завелся, непорядочный. Ну я все время возле плиты стояла. Я думаю, враг бы не подкрался. Таню я натаскиваю сейчас по кухне, по ресторану, что делать, в каких ситуациях, как себя вести. И сегодня была ошибка ее. Она поставила изделие и не проверила температуру. Это самая главная ошибка на кухне, где много поваров. Все, ребят, 150 градусов, прошу, не трогайте, пожалуйста. Морс сегодня на продаже получает. Морс. И коктейль. А бананы привезли, девчонки, не видели? А? Ресторан открыт. Давайте я вас провожу до нашего столика. Присаживайтесь. Первые клиенты, Рина. Да? Обычно ко мне раньше подходил кто-нибудь, да, и говорил, мы, ну там, мы открылись. Первые посетители так и остались единственными даже через полчаса работы ресторана. Такого реальная кухня еще не видела. Участники проекта стали с тревогой переводить взгляд с часов на вход. Только Олеся не поддалась панике и терпеливо ждала. Что у нас народу-то нет. Чувствую, что просто 45 минут пришло, но здесь же только две девушки. Сегодня народу, короче, не будет видать. Вышла на две минуты, возвращаюсь и... Пипец. И полный зал практически сидит. Ну, молодец, все, отлично. Ресторан заполнился людьми, но радость была недолгой. Команду ждала серьезная проблема, угрожающая разбить все надежды на высокую выручку. Ребята, у нас вода... Вода что-нибудь закончилась? Вода закончилась. Шеф, у нас вода закончилась. Какая вода? Водопроводная. Круто. Нет воды. Сейчас будем решать этот вопрос. Вода выключилась, ну, я не знаю, что там, водопровод, может, еще что-то. Вот, вода выключилась, работа встала. Если через два часа нет воды, ну, в нашем случае вообще закрываться должен, по идее. Ну, либо посадки больше нет, то есть те, кто кушают, они остаются кушать. Да. А других уже новых не обслуживают. Ситуация грозит обернуться огромными убытками, так как санитарные нормы и здравый смысл не позволяют обслуживать посетителей в отсутствии водоснабжения. Сможет ли команда справиться с форс-мажором или ресторан, придется закрыть. Слушай, ну, это вообще... Спросил товарища, управляющего, будет вода сегодня? А вода будет сегодня? Вода? Да. Я не пыталась в голове это решить никак. Если бы кран потек где-то, понимаешь, у нас потоп какой-то образовался, то, конечно, я побежала бы звонить в сантехнику, и мы бы взяли с нашего банка, там, сколько надо денег ему на оплату. Вода не идет ни в одном кране, значит, надо звонить куда там. Либо человеку, у которого мы снимаем помещение, либо по району, как он называется-то, в управу. Ну, это бред вообще, это не я должна звонить в управу, понимаешь, и решать вопрос, почему у нас воды в ресторане нет. У нас пока все есть, посуда, все хватает пока. Заготовки делать не может. Нет, вообще нереальные условия. Надо закрываться, надо справляться как можем. Нет, хорошо, что я перемыл все очень быстро, все, что осталось за день, все, что было грязное, потому что этой посуды нам же, собственно, не хватило. Ну, вообще нормальные выкрытились ситуации. Здоровый мужик, скоро он получится второй, он смотрит на меня в голодную голову. Сумбой горькой, вот, что, сто вода, дайте, вот, дайте. Все нормально? Да? Не ведите с ним? Нет, нет, абсолютно спокойно. Мы любим людей, это все хорошо. Слушайте, а чем у вас такие цены? Какие? Высокие? Ну, такая цена, мы пользуемся нашей славой. Мы что-то так удивились, даже, честно говоря. Греческие 500 рублей слишком дорого у девушки. Но есть рестораны, где он не так дорого стоит. Но за это мы не говорим, конечно. Если еда хорошая и вкусная, то никто не жалуется, честно говоря. А если, ну, есть какие-то там проблемы, то вот начинается, почему у вас такие цены высокие, а качество и белое не такое хорошее. Я прошу прощения, вы ценовую политику видели, да, наше время? Да. Видели, да, то, что салат греческий – одно из самых дешевых блюд у нас? Ну, я понимаю. Но если это вы с этим не согласны, то я, как бы, конечно, дико извиняюсь, но это не наша ценовая политика. Если бы это, может быть, было бы в вашей стороне, вы были бы с этим не согласны. Если бы у вас тогда были бы указаны вес, вес блюда, возможно, у меня были не возникли какого-то... А что бы решил вес, даже если бы там было написано, что в салате 250 грамм? У нас? Это наше. И потребитель имеет право знать, что он заказывает, и какого веса, и из чего это состоит. Конечно, но в счете он все равно будет у вас включен. Нет, за то, что почему мы не притрагивались, если бы платить не будет. По моему мнению, на ту сумму, которая была указана в меню, не соответствует количество салата. Так как я не притрагивалась к блюду, я за него не плачу. В ваш ресторан я не приду, потому что мне не понравилось отношение к клиенту. Она тупорылая, она что такая? Мне нравится его цена и количество. Что нас все учат по поводу цены на салат 500 рублей? Это дорого. Наш ресторан, мы идем за цену, как мы хотим. Если вам не нравится, идите за угол в кое-что. Шашлычный, там, чай ханул. Нормальная цена за салат. Если я не хочу дорого платить за обед, я не пойду в тот ресторан, где там будет такая стоимость. Вот все. Мне нравится, у нас, блин, мы же вас сюда не загоняем. Ребята, вы хотите там в телевизоре засветиться, да? Для телевизора это вообще копейки. Далее на реальной кухне. На жаркой жалуются, говорят, что соленое. Но оно практически все съедено. Я пробовал, оно идеальное. Я пробовал его сегодня. Поставь, я прошу прощения, я им обедала сегодня, оно идеальное. Знаете, я даже не побрезгую с одной тарелки у вас попробовать. Вы хотите, когда оно пересоленое? Пусы рак, но у людей. Ребята, оно идеальное. Я не пересоленое, но я как-то чистый. Я не снял, кажется. Оно недосоленое, я бы его подсолил еще. Солите до края, прям, чтобы вот аж, прям, вот чуть-чуть все пересоленое. И все, и бар начинает идти активно. Ну, извините, наверное, не угодили вам просто. Прошу прощения. Соленое жаркое должно было спровоцировать дополнительный заказ напитков. Но было возвращено на кухню. Хитрость не сработала. Когда приходили официанты, приносили тарелки и говорили, вот, ну, людям не нравится жаркое, потому что оно пересолено. Мы понимали, что это не наши гости, ну, не те гости, которые должны сидеть. Это какие-то привереды. Главное, улыбайся, Люка все решает. Я люблю людей. Я люблю людей, да. Я хочу так встретить. Повода архысы идеальна для приготовления горячих и холодных блюд. Они приобретают свой какой-то оттенок. Вкусно. Попробуем сегодня. И полезные. Под занавес дня в команде произошел раскол. Официанты, уставшие от претензий клиентов, возмутились жадностью кухни. Кто положил? Дайте сюда. Закиньте еще один блин. Я сказала, что у нас два блина. Но вчера было два блина. Я сказала, что есть два. Вчера один был тоже. Два блина. Вчера один. Один был. Я отдавала лично сама. Шеф. Значит, нам надо сегодня разобраться с этой ситуацией. Почему вообще? Решите. Ну, прийти к консенсусу. Ну, конечно. Что один-то блин-то мне даешь? Потому что у нас идет один большой блин. Нет, мне надо два блина на порту. Я уже сказал. Вы что, теперь? Вы что изменения делаете? Вчера вообще-то у нас было по самому блину. По два блина. Блин стоит тысячу рублей. Блин стоит тысячу рублей. Ну что, объединился? Давайте по два блина. Я все видел в этой жизни, но чтобы так обманывать честных граждан. Первый ужин недели обернулся большим количеством возвратов. Маленькими чаевыми и горой грязной посуды. Сможет ли управляющая удержать власть в такой ситуации? Сегодня было мало народу. Все заметили, да? Выручка у нас небольшая. Саш, ты сегодня молодец, конечно. Но ты устал? Иди поспи. Женя и Сандро отработали, я считаю, отлично. Все организовано, быстро отдалась кухня. Все вообще было круто. Макс, сегодня были какие-то замечания по кухне, но я с ними не согласна. Жаркое было отличное вообще. Я сам лично все пробовал. Да. Так, супчик на столе. Да, хорошо. Я думаю, это просто вкусовые рецепторы наших гостей немножко... Ошиблись. Так что, ну, забудем. Этих людей. Эти, так сказать, не объективные, непрофессиональные мнения. Не в обиду, конечно, сказано Максиму, но жаркое. Ну, не очень. Ну, даже по виду мне не очень оно понравилось. Ну, это обычная тушеная картошка с мясом. Можно сделать лучше. Валера. Отстрелялись, отработали. Все нормально, все хорошо. Все круто. Макс, ты как шеф, что скажешь? Валерка сегодня медленный был. Ну, мы еле успели сегодня. Ну, правда, еле успели. Ну, а к открытию. Ты исполняешь или что? В чем я медленный был? Ну, ты министру не делал почти два часа. Так, все сделали, все успели. Каких два часа? Я его 40 минут делал. Тут дело даже не в том, что я медленно работал. Тут дело в том, что он шеф, он босс, и все должны бегать. Вот это чисто солдатское, но это отношение такого к себе я не позволил. Сандро? Ну, дело в том, что соленое. Два стола, им все было соленое, им было плохо. Два стола были недовольны, то, что цены завышены. Ну, я как бы, я им все объяснял. Просто были еще сегодня вопросы по поводу граммовки. Да, и граммовки. Ну, это вообще прям весит, аж эти вопросы. Весит 50 грамм. Ну, у нас, это наше. И потребители имеют право знать, что он заказывает, какого веса, и с чего это сосредоточено. Ну, с гостей, да, поступали жалобы на то, что по порции маленькие, особенно салата. Вот я столько выслушал. Да, она идеальна. Подожди, мы выслушаем Сашу просто. Я говорю не свои претензии, а то, что говорили гости. Тысяча рублей за один блин, это уже вообще. Два дня назад было два блина, а сегодня один блин. Ну, это вообще, это вообще. Я отдавала два. Конечно, пришлось выбивать еще один блин. С больным, блин. Нет, дали, как бы, шеф разрешил дать, но я бы не дала, если честно. Да, знаешь, я пришла бы и взяла бы. Соотношение цены и количество еды там, вот, и иногда даже качество еды, оно бывает неадекватным. Вот. Но, не знаю, никто не хочет уменьшать стоимость блюд, потому что, ну, никто не хочет терять выручку, а люди все равно, в принципе, идут. Макс, а как ты не заметил, в четверг отдавалось два блина. В пятницу один блин. Один блин. На одних сковородках жарили. Да пофиг, наверное, сколько. Но все равно, Макс, какая разница? Видите, какая разница? Да, то есть блин больше, значит, размер будет меньше, да, так что. Такого не должно быть вообще. Два есть два. Ну, ладно, все, два блина, это самое. Мы сейчас будем полчаса за эти блины. Повнимайте, ну, все, слушай, люди, люди, люди в пятницу обделили просто по одному блину. Просто не вы им в глаза смотрели. Взяли и украли с тарелки. Эта тема останется закрытой сегодня же, потому что завтра специфика ресторана будет такая, что вы, как повар-универсал, сможете гостю сами объяснить, что, чего и сколько идет в состав каждого блюда. Я бы очень хотела с вашей стороны поддержки и понимания. Леся сама хочет стать лучше, но 25 лет, с 20 до 30 в самое время ошибаться, к чему-то приходить, на самом деле, я считаю. Пусть человек как-то строит себя внутри. И вот сейчас у нее есть все шансы, и мы чем сможем, поможем ей. Взамен вам, на самом деле, вообще будет идеальное отношение, правда. Не ждите от меня то, что вы ждали. Мне это обидно, неприятно. Я не такая, какой кажусь, да, тварь? Ты уже два раза наорала на меня. А это уже, извини, это специфика работы такая. День подошел к концу. Пора выяснить, кто же стал лучшим и худшим работником на сегодня. Самый сложный момент на сегодняшний вечер – это выбор лучшего и худшего работника. И начнем мы с Макса. Лучше Сандро. Он меня развлекал целый день сегодня. Молодец. Худший Валерка. Он сегодня был медленный. Я не работал медленно. Я работал нормально. И я просто… У меня в голове свой будильник, свои часы. Я реально понимал, что я все успеваю. Просто Максим нашел причину, чтобы на меня поставить минус. Я не знаю даже, кого лучше Василий назвать. Если объективно, то Макс лучше, да. Худшее… Ну, вот объективно, да, все и косяк не стартовит, Анюш. Твою мать! А кто духовку включал изначально? Я включила на 150, потом прибавили. Тут поставил 200. Мне тоже сложно выбрать худших, Анютка. Ну, поэтому за любезность… Да, в принципе, урок хороший. Учту. Всегда надо проверять. И я лоханулась. Кирюх, ты лучший. Женя. Худший для меня сегодня, Валер, ты. Это тебе намек. Да, не мути воду. Валера плетет интриги против Сандры, Кирилла. Он пришел к Олесе и сказал, что Сандра и Кирилл против нее сделали какой-то заговор, значит, чтобы ее слить. Для меня сегодня лучше ты, Олесь. Хорошая идея. Вообще не ожидала, что так это все будет круто. Концепция заведения поменяется кардинально. Будет повар-универсал. Не будет разделения на должностные какие-то обязанности. Ну, лучше я назову тебя, потому что действительно идея очень хорошая. Очень интересно ее попробовать. Думаю, все получится. Худший Сандро. Ну, ты, двое кудрявое. За прошлые грехи. Давай, Саша. Лучший сегодня Артем, он варит все-таки прекрасные американо. А худший сегодня Сандро, он сегодня меня пару раз не слушался. И как бы, я надеюсь... Как это вот так это? Сандро. Сандро, пожалуйста, встань на вход. Одно... Одно, пожалуйста, что есть, пожалуйста. Какое, если мне поставить? Вынеси ложки быстро, пожалуйста, опять встань. Две чайные ложки под мороженое. А где здесь вот? Что это такое? Машкарик. Машкарик. Машкарик здесь тоже. Там, в баре только ваш. Возьми, говори. Машкарик. Ну, ты тварь. Я тебе трижды сегодня замечания делал. Какие замечания? Ладно, вам базар в вокзал устроим. Все. Дома поговорим. Кирилл. Лучших у меня, на самом деле, две кандидатуры. Это Олеська, потому что она проявила себя как отличный руководитель. И Таня, потому что она очень быстро сориентировалась в этой ситуации с тартом и сделала еще два. А худший мой друг Сандро, он сегодня мне целую банку кетчупа вылил зачем-то. Да давай, давай, давай. Не похоже на тройке. Похоже. Давай, давай, давай. Давай. Ну, лучшую я назову сегодня Аню, потому что она всегда была под рукой. Под левой или под правой? Под рукой, да. На самом деле, она хороший коллега, хороший товарищ во всем. А худшего я назову сегодня нашего шефа. Он не объективен, однозначно. То, что показал мне сам, как надо резать эти кубики квадратиками. А ты нарезал такие кубики-то? Я сейчас посмотрел суп. Ну и что ты там увидел? Увидел, что там не такие кубики, как я тебе показывал. Сейчас я сделаю кубик, прям покажу эту калибровку, чтобы у нас потом разногласий не было. Вот такой. Да, да. Не без этого, конечно. Походка сейчас была шикарной. Вы не оставляете выбора, как взять всех вас и замочить. Но я этого делать сегодня не буду. Ну, хотелось бы, конечно, отметить Олесу, как управлять. Спасибо, Санжи. Вот так, как она гадина. Каждый день портит мне настроение. Я хочу отдать свой голос, конечно же, Лысому, потому что он мне по духу военный, здоровенный, каждый день удивляет. Ну, а худший сегодня, я вот, вы уж меня, ребят, извините, но такой, такую горячую мочу с бара отдавать, это, конечно же, Кирилл. Ой, Артем. Лучший сегодня Саша, потому что Саша очень помогал в зале, и без всяких, в общем-то, я буду объективно, блин, ты, Танюш, прям, ну, не обижайся, худший ты. Надо было проконтролировать, я надеюсь, в следующий раз ты это сам посмотришь хорошо свою ошибку. Далее на реальной кубке. И по сегодняшнему голосованию худший у нас Сандро. Сандро, прости, я не знаю, как у тебя это получается, заметьте, я сегодня против меня не голосовую. Да, понятно, понятно. И лучший у нас сегодня Максим. И я. Ладно, я пойду на кухню, Саша пойдет со мной решать вопрос по поводу воды. Ты был худший. Присаживай, но. Ты был худший. Не хочу сидеть с тобой. В чем, в чем, в чем я был худший? Ты медленно работал, ты видел, я сегодня летал вот так вот. Ты сегодня вот так ходил. Все успели, все сделали вкусно, нормально. Ну, я недоволен, я шеф, я высказал, а ты проголосовал против руководства. Ну, и что здесь такого? Да ничего. Алло, добрый вечер. У нас проблемы возникли с водой. Почему сегодня не получится? Ребят, время нормальное для ресторана. То, что у вас людей нет, это как бы ваши проблемы. Я вам платил за эти деньги. Андрей, я вам не хамлю ни в коем случае. Олеся слишком поздно принялась решать проблему с водой. Тактика наезда не сработала. Получится ли у Олеси исправить ошибку? Андрей, скажите, пожалуйста, завтра до 10 утра вы сможете приехать? Хорошо, спасибо большое. Спасибо, до завтра, всего доброго. До свидания. Ну, посмотрим, что будет завтра. Знаете, у меня странное ощущение во рту, как будто я клопару скусила. Я не хочу слушать этот бред. Я ее хотела в глаз ударить. Гости просто кончены сегодня. Я тебе верну, Жень, твои блины, не сши. Плодшествую демонов. По мне был там криков, визгов никаких. И мне этого не хватало. Редактор субтитров А.Семкин